Катюша Катя Гусева А как ты считаешь, вот такая любовь к классике, она обусловлена именно классикой или именно современностью? Или именно тобой Ну я не хотел, я думал наоборот, Катя сама скажет, нет мной, но и все-таки Синтез, синтез классики, современности Сегодня театр с новыми продвинутыми технологиями 8 мультимедийных экранов видео, где движется поезд, где идет метель Где мы видим анфилады комнат, дворцовые интерьеры И тут же покос, сено То есть декорации ты настоящие отменили вообще теперь в театре? Нет, кое-где присутствует Ну да, в основном уже все 21 века абсолютно Но все-таки наш мюзикл, Анна Каренина, он уникален тем, что идет в ногу со временем И там современные технологии Они сочетаются вместе с музыкой, оркестром живым Живым вокалом, актерской игрой Это живое все Лев Николаевич Толстой, наше все Поэтому классика и современность это мюзикл Анна Каренина Вот это вот удивительно, что именно к Анне Карениной в последнее время такой интерес И столько фильмов уже сделано, да? И причем не только у нас в России Одно из самых востребованных произведений классических И экранизируемое, и постановки театральные По-моему, даже кто-то считал, если брать и зарубежный опыт, и российский Это реально самый экранизируемый и самый часто упоминаемый персонаж в творчестве Но особенно сегодня, когда женская тема, на мой взгляд, звучит очень актуально Мне кажется, что герой сегодняшнего времени — это женщина Да что? И поэтому и театр, и кинематограф все, в общем, обращены к женщине И зачастую главной героиней оказывается именно женщина Сегодня Вот на сайте, посвященном мюзиклу Анны Каренина Огромное количество внимания уделено, конечно же, тем самым новым технологиям Но также не меньшее внимание уделено тому приложению, которое выпущено было для всех платформ И теперь можно фактически мюзикл послушать через смартфон Ты сама пользовалась этим? Неоднократно, это моя... То есть ты покупала за 600 рублей, честно? Я покупала за 600 рублей, честно, реально Я не могла дождаться... Катя полезла в приложении Да, я хочу просто показать, потому что я знаю, что мы не только в радиоэфире, да, что нас еще смотрят Да Миллионы Миллионы, конечно, и слушают, и смотрят Вот, так что да, я могу похвастаться, у меня вот в телефоне живет Анна Каренина Скажи, пожалуйста, ты его используешь как... как просто для того, чтобы вспомнить или послушать конкурентов Ты же делишь эту роль с Валерией Ланской, да? И с Ольгой Беляевой, у нас три Анны Каренина Как вы делите вообще между собой? Дело в том, что после того, как поезд переедет... Как один через два, да Нет, 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 после того, как поезд переедет, ну, минимум дня два Два дня до восстановления Нужно время, чтобы восстановиться, и мы друг друга заменяем Но от технологий можно все-таки к личному перейти, ведь это действительно очень сложная роль, да? И действительно столько примеров, великолепных примеров, как представляли Анну Каренину та или иная актриса У тебя был ориентир на кого-то, или ты специально абстрагировалась и делала свою героинь? Я многое пересмотрела и читала неоднократно, и, конечно, она у меня своя в моем воображении С детства, еще со школьной скамьи, я ничего про нее не поняла, я не полюбила ее, я ее боялась Ты в школе не поняла или сейчас не поняла? Нет, совершенно не понимала, даже в театральном вузе А сейчас? А сейчас? Она это я В омут с головою, как насчет такого, чтобы, а? Ну, действительно, для того, чтобы... Хочется на вас смотреть Подожди, что это значит заявление? А что, а что, что значит, ну у нее все-таки такая трагическая судьба и такая драматическая история Разве ты не счастливая женщина? Мне просто не хотелось создавать образ, играть кого-то, быть кем-то Пожалуй, это такой мой первый опыт, вдруг успокоиться, никому ничего не доказывать И поверить, это страшно сделать Но поверить, что эти обстоятельства могли бы случиться со мной И мне бы хотелось, чтобы она была живой и настоящей Чтобы ей, как сказать, не смотрели как на литературный персонаж А смотрели, что женщина сейчас происходит на глазах зрителей Ну, мы это понимаем, но актриса все-таки часто базируется на собственной истории, на собственных переживаниях И когда ты что-то, нечто подобное пережил, гораздо легче воспроизвести это на сцене Мне всегда, иногда фантазия богаче, чем жизненный опыт Почти всегда богаче Почти всегда мечта о любви сильнее, чем то чувство, которое ты пережил Или, может быть, тебе предстоит пережить, а может быть и нет А хотелось бы? Что? Пережить Подожди, это вопрос Ты какую главу сейчас имеешь в виду? Скажи, ты когда к роли ты готовилась, ты часто вдоль железнодорожного плотна-то ходила? Ну, чтобы понять, что чувствует человек, когда на него идет поезд А там именно с железной дорогой это все связано только Прямая ассад Финал Дело в том, что я снималась тогда в Петербурге И это постоянно, не знаю, были переезды Ночной стрелой или Сапсаном Эта железная дорога у меня проходила буквально сквозь, не знаю, 3 месяца репетиции Поэтому, да, конечно Достаточно Скажи, вот опять-таки, возвращаясь к приложению, новым технологиям Руководители, продюсеры Мюзикла утверждают, что все это дело выпущено для того, чтобы люди, прослушав и посмотрев какие-то там эпизоды Пошли в театр А вот ты согласна, что вот это приложение действительно может позвать людей в театр Аперет? Конечно, конечно, это, во-первых, ноу-хау Это реально во всем мире впервые такая история, что театр, мюзикл выпускает вот именно в айфоне Вообще можно эти слова говорить? Ну уже поздно, уже поздно В смартфоне В смартфоне, да Вот такие штуки Нет, ну конечно, естественно, потому что Во-первых, это дает возможность Вот сейчас был перерыв летом, мы не работали 3 месяца И, конечно, чтобы вспомнить материал Думали, что про вас забыли, а люди скачали и сходили А мы напоминали, да, о себе Вот Это, ну, я не могу сказать, что радиотеатр Хотя это классная штука, она сейчас ушла немножечко, да, вот Ушло это понятие Не-не-не, у нас не покидает Слушаешь и попадаешь вдруг в атмосферу Это же, это здорово Кать, слушай, ну получается, что мюзикл такой достаточно тяжелый Ну вот, не знаю, вот у меня, вот я не была, да, на Ане Карельной Приходите Хорошо, вот Приглашай Есть почему-то ощущение, что в связи вот с этой вот героиней, в связи со всей ее историей Почему-то, что и музыка там внутри, она достаточно тяжелая, драматичная, такая усугубляющая, темная Музыка разная Роман Игнатьев написал музыку и Юли Ким, либретто, слова Есть и мелодичная очень музыка, сердечная, очень простая, запоминающаяся, ложащаяся на сердце мелодии, колыбельной сыну, например Есть совершенно электрическая, нервная, да, агрессивная, страшная музыка Тема поезда, тема вокзала, рока Есть и любовный дуэт неимоверной чистоты Когда о Вронском и Анне говорят в таком нелицеприятном ключе Они в их связи настолько чисты, как ангелы Музыка очень разная, и она меня очень волнует И просто заряжает на спектакль, и мы все влюблены в нашего композитора Романа Игнатьева Давайте еще раз поаплодируем актрисе Екатерине Гусевой Спасибо, друзья Катя, ну, естественно, к Анне Карениной и к вокальным данным твоим мы вернемся буквально через мгновение Скажи, пожалуйста, невозможно не затронуть театр Моссовета и спектакль «Идиот», который вот опять с тобой, понимаешь? Ты, Фигара, здесь, Фигара, там Ты опять с «Идиотом»? Ты опять с ним, да Тексты не путаешь вообще? Как вот можно? Мне интересно просто Нет, ну, нет, конечно, нет Мне кажется, я им не дай лист А4, я его т-р-р-р-р и выучу Отдадим, давай Дай Т-р-р-р, и пусть песни наши учат Да нет, не надо, ну, Катя знает Пусть песни наши учат Свои песни, а также Текст Льва Толстого, я уверен, наизусть Да, скажи, пожалуйста, все-таки Давай пригласимся, и помимо Анны Карениной Действительно, надо пригласить всех На спектакль «Идиот» По Достоевскому в Театре Моссовета 30-го сентября премьера Спектакля «Идиот» где я играю Анастасию Филипповну Барашкову. Вау! Но это будет тема нашего отдельного, я уверен. А разговор расскажи, возвращаясь к Анне Карениной. Как все-таки ты настраиваешься на Анну Каренину? Я слушаю приложение, вот. И я читаю Толстого. У меня в телефоне Томик. Томик. Как это удобно теперь, да? Два, то есть. Вот. И один, да. И перед выходом читаю. Реально, правда читаю. Очень помогает. Хотите? Да. Конечно. Как будто выходим на сцену. Мне подышать хочется. Тут очень жарко. Она отворила дверь вагона. Метели ветер рванулись ей навстречу и заспорили с ней о двери. И это ей показалось весело. Она отворила дверь и вышла. Ветер как будто только ждал ее. Радостно засвистал и хотел подхватить ее и унести. Но она рукой взялась за холодный столбик и придерживая платье спустилась на платформу и зашла в вагон. Ветер был силен, но на платформе за вагонами было затишье. С наслаждением полной грудью она вдыхала в себя снежный, морозный воздух. Метель, метель, Земля смешалась с небом, И я уже Сама не знаю где. Весь мир закрыт Сплошным летящим снегом. О, Господи, Что делать мне? Свобода катиться, Но некуда деться От этого снега, От ветра, От сердца Не уберечься, Не уклониться, Не уйти. Не уберечься, Не уклониться, Не уйти. Это все Мир совсем уже пропал Из глаз Под белой пленой. А что же я? А я хочу всего лишь только, Чтобы он сейчас Был со мной. Да что же мне делать? Куда же мне деться От этого снега, От ветра, От сердца, От помраченья, От наважденья, От любви. Не уберечься, Не уклониться. Вау, Аплодисменты! Катя Гусева у нас была в гостях. Катя, Огромное спасибо, Что пришла к нам. Спасибо за такой теплый прием. Спасибо большое. Спасибо. Ждем приглашения, Во-первых, На Анну Каренину. Приглашаю, Приглашаю. Все приходите, Приходите. Ну и, конечно же, Ждем премьеру Исторического сериала На НТВ Алжир В главной роли тоже. Катя Гусева. Озвучиваем. Отлично. Жду с нетерпением. Все, спасибо огромное. Спасибо. Катя Гусева еще раз поаплодину. Спасибо, Катя. Счастливо и до новых встреч в эфире. До встречи. Пока.